16 лет вы были депутатом госдумы от лдпр 16 лет вы были членом лдпр лдпр и вправду была организована основана кгб как альтернативная якобы партия кпсс это не так а лдпр была создана энтузиастами и на энтузиазме в определенный исторический момент времени вот всему свое время да вот был момент когда все рухнуло одни побежали в бизнес просто побежали 3 побежали в бандиты 4 побежали еще куда-то а каждый принимал какое-то решение была группа людей которая занялась политической деятельностью их было мало почему мало потому что непонятно какие же дивиденды из этой деятельности да конечно может быть вдалеке но все-то занимались кушать хотели сегодня сегодня на завтра до сходиться завтра да и никто не видел никаких дивидендов политической деятельности были энтузиасты кому была эта деятельность интересной потом когда вдруг какой-то группе людей это удалось очень сильно система должна была это объяснить она же должна как-то объяснить вот почему у этих получилось а сколько людей пробовали а у них еще не получилось сколько было имен не хочу обижать их сколько пытались создать партии партии красы при сейчас никто даже не помнит чем это были вице-премьеры ельцинского правительства ланта не хватило это было знаете что я не скажу что эти талантовые люди нельзя заниматься партийной политической деятельностью заодно с бизнесом в свободное от бизнеса время или свободно от государственной работы время это самостоятельная деятельность то есть бросьте все займитесь этим с утра до ночи и тогда у вас может быть будет успех но все мыслили тогда по другому и и вот родилась эта версия про кгб потому что надо было как-то объяснить да это а вот тогда у меня вопрос а как бы что только одну организацию сумела создать нет целый ряд да а где а где 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 другие же организации столь успешные но жириновский же не скрывает что он с кгб сотрудничал да не сотрудничал с кгб жиновские совершенно гениально когда нам не давали там в одном дк значит там место для съезда он пошел в районный отдел кгб и сказал напишите справку что вы ко мне претензий не имеете конечно сейчас мы никто не такую справку не написал но это был время такое время и тогда увидел интересного такого мужика это сказать там начальник местного отдела написал такую справку но когда чем приходит с такой справкой но понятно что это немножко так сказать это не методы работы спецслужб согласитесь но он пришел к директору дома культуры показал эту справку да то шалела испугалась но в сайте у тех проходит со справкой из кгб и говорит а в чем претензии у вас видите люди не имеют а у вас там что ну короче говоря это был плюс тоже в исторически гениальность совершенно момент демократических изменений в кгб жириновский написал запрос является ли он агентом и получил за подписью зам директора тогдашнего кгб бумагу не является таким образом в суде он может предъявлять такую справку но вы понимаете что это как важно иметь справки да это немножко эпатаж да конечно но что это понятно что это не методы работы спецслужб как таковы